Вечерний перехват на радио Крым. Про то, о чем все говорят, спорят и размышляют. Серьезно о серьезном. 12+. Благословенные места теперь они на веки наши, писал Константин Паустовский, а писал он об освобожденном полуострове. 75 лет назад началась Крымская наступательная операция, в результате которой Крымский полуостров был освобожден от немецкой армии. Об этих героических страницах нашей истории мы поговорим сегодня. У нас гость Латышева Елена Владимировна, профессор, доктор исторических наук, заведующая кафедрой документоведения и архивоведения исторического факультета КФУ имени Вернацкого. Также в студии с вами работают Марина Павлова и Владимир Петрович Андронаки. Добрый день, коллеги и гости. Да, ну и напоминаем наши телефоны. Плюс 7978-00-264 и 4647 это наш смс. Да, со словом Крым, да? Слово Крым, да, и потом. Елена Владимировна, освобождение Крыма началось продуманно, решительно и быстро. Как мы знаем по датам, которые следуют одна за другой, освобождались крымские города. Ну не совсем, ну освобождались они, конечно, быстро, но собирались начать наступление, если я помню, в середине февраля. И несколько раз откладывалась эта дата. Да, и как правило, это были, конечно, погодные условия. Ну, как вы понимаете, когда у людей есть восприятие слова Крым, все считают, что там очень тепло. Да, и как будто у нас с вами нет зимы, осени, весны. Естественно, и вот всем тогда казалось, что вот февраль, там середина февраля это реалистичные даты. Конечно, теплее, чем на основной части государства, Российского или Советского Союза, ну вот, которая была захвачена, но тем не менее. И там земля схвачена, еще морозами, и можно двигаться. Но двигаться, если мы возьмем с вами Севаш. А если брать Крым уже и февраль, то это уже... Да, с одной стороны, Севаш, вода, это очень холодно. А вы знаете, что вообще изначально хотели заходить в Крым через Севаш. И это было оправдано тем, что наступление бы выходило в тыл к немецким войскам и в менее укрепленные, упиралось бы в менее укрепленные районы. Это точно как гражданскую, да? Ну, Севаш, да, дважды в истории нашей сыграл вот этот пешеходный путь, да, как некоторые о простонародье говорят. Да, дважды сыграл для оккупантов, ну, оккупантов в гражданскую, нельзя сказать оккупантов, потому что это спорный вопрос, такую роль. Да, это обходной такой маневр, которым пользовались и в гражданскую, пользовались и в Великую Отечественную. Но Перекоп или Перешейк Перекопский всегда был очень защищенный. И Турецкий вал еще построен был в Османскую империю. Он на сегодняшний день тоже представляет большую опасность для всех боевых действий. Если учитывать, что вы еще позаботились, его укрепили, а немцы сидели здесь достаточно долго. И я не помню количество дотов, дзотов, но вот воспоминания бойцов, которые штурмовали, там очень грустные на самом деле. Они говорят, что они вот в рассвете лучей увидели полностью ощетинившийся турецкий вал, вот с этими пушками торчащими, с заграждениями. И они прекрасно понимали, куда они идут и на что они идут. Там не было ни одного метра непростреливаемой территории. Поэтому, конечно, руководство понимало потери, понимало, что им придется и туда направлять какую-то часть, и идти через Севаш. Естественно, в феврале Севаш это страшное дело. А потом, насколько я помню, постоянно были волны на Севаши. И они откладывали несколько раз, один или два, я сейчас, к сожалению, не помню. Именно из-за волнения на Севаши, что бывает крайне редко. Ветра были, видимо, очень сильные. Хотя Севаш славится еще провалом дна, который поднимает вот эту волну. Но насколько в тот период времени, что побуждало, не написано. Я не видела таких сведений. Крымские наступательные операции готовились заранее и готовились тщательно. Когда вот подготовка началась? Ну, вообще, в тот период уже, в завершающий период Великой Отечественной войны, конечно, подготовку ввели. Во-первых, уже умели, знали, уже приблизительно понимали численность, да, и понимали, что перевес численности советских войск даст положительный результат. Вот этот тяжелый период был пройден. И прекрасный был ряд полководцев, которые знали, что делают, как они делают, просчитывали, консультировались. Поэтому, конечно, эта операция была уже продумана, просчитана. Вот поэтому... Ну и поэтому тоже она была вот такой успешной. Так все-таки перемолотили вот этот турецкий вал, да, арт-подготовкой мощной, а потом вступили, наверное, техникой. Насколько я помню, сначала прорвались, захватили плацдарм, потом сидели на плацдарме, а потом только подготовились и начали развивать наступление. Насколько я помню, вот в Симферополе базировалась дивизия, дважды краснознаменная горловская дивизия. И которую в период Украины расформировали, и там корпус, по-моему, находился. Вот она и форсировала турецкий вал в составе 51-й армии. И как раз очень много воспоминаний именно о людей, которые форсировали. И потом эту дивизию, она ушла потом после освобождения Крыма в Калининград, ее вернули, и она вот ушла на дислокацию именно в Симферополь. Вот за заслуги, в том числе, по освобождению Крыма. И она погибла практически вся. Она освобождала Перекоп. Потом она шла через весь практически Крым, дошла до Севастополя и освобождала через Северную, если я правильно помню, бухту Севастополь. И практически вся полегла. Еще на Маккензиевых горах. Вот это вот было два рубежа, которые, в общем, очень плачевно сказались на численности солдат. Это вот Перекоп, и они описывают как раз-таки форсирование. А потом вот Маккензиевые горы, которые такие же были укреплены. Ну хорошо, до Севастополя мы еще дойдем, но вот... 236-я вот дивизия. Ага, 236-я? Да, дважды Краснознаменная, Горловская, имени Суворова, стрелковая. Стрелковая дивизия. А, ну вот, с самого начала наступления, оно ведь шло с нескольких сторон, так? Да, безусловно. Вы знаете, когда я смотрела, вот насколько был перевес сил, конечно, со стороны советских войск, он был очень значительный. Со стороны... в Крыму находилось 7 румынских дивизий и 5 немецких. Так. Флота практически не было. Я не помню, сейчас вспоминаю. А со стороны Советского Союза поддерживал Черноморский флот. Я даже сейчас не перечислю все корабли, их было много, да, ни один, ни два, ни три. Азовская флотилия тоже, да, поддерживала. Поэтому и перевес сил был очень большой. Советские войска, я сейчас зрительно вспоминаю, 490 или 80 тысяч человек. То есть перевес был значительный. У немцев не было шансов на самом деле удержаться. 462 тысячи человек, да. Ну вот, видите, я могла немножко... Да, почти 6 тысяч орудий и минометов, 550 танков и самоходных артиллерийских установок. И все это и то, и другое в разы превышало. А у немцев, по-моему, всего 250 было танков или 200 с чем-то. Да, 215. Ну вот и помнишь, 200 с чем-то. А со стороны как раз-таки советских войск там было 590... Ну там не танков, а танков и самоходных орудий. Вот я не видела нигде... Самоходные артиллерийские установки, да. Может быть, есть какие-то там именно даты, данные по танкам, но в принципе самоходные это более легкие, да? Правильно я понимаю? Нет-нет-нет, самоходные артиллерийские установки... Это пушка на колесах. Это пушка на колесах, да. На гусеничных. Да, они бывают разного калибра и бывают очень огромные. Насколько я понимаю, они просто не так защищены. Да, конечно, конечно. Ну вот разница. Я так понимаю... И там нету башни двигающейся, поворотной башни. Это просто, как вы сказали, пушка на колесах. Ну, на гусеничной. На гусеничной тяге. На гусеничной тяге, да. То есть вы считаете, что наши войска были вот буквально обречены на победу? Нет, вы знаете, можно, конечно, провалить любое наступление с любым количеством техники. При неумелом командовании, да? Конечно, конечно. Но мы говорим сейчас о том, о ресурсе, да? Вот если мы сейчас рассматриваем с вами ресурс, то ресурс... И мы говорим о подготовленности наступления, мы говорим, что все-таки подготовились, собрали, продумали. То мы подтверждаем с того, с чего мы с вами начали. Да, подготовились, собрали и имели превосходство. Ну, так это подтверждает и потери. Количество потерь, как вот показывают данные, наши потери 17,5 тысяч человек. А по нашим данным, со стороны Германии 140 тысяч. То есть значительно, опять же, в разы. Ну, немцы говорят, их данные дают 100 тысяч человек на 40 тысяч меньше. И тем не менее, вот они... Понимаете, здесь еще тактика ведения боя. Вот если говорить о Крыме, вот при освобождении Севастополя 21 тысячу солдат немецких согнали в Херсонессе, разоружили. И они потом устроили дороги, ну, в общем-то, находились в местах... То есть им повезло? Давайте представим, что немцы бы согнали бы. Вы гарантируете, чтобы выжили эти люди? Вряд ли бы, наверное, да? Вот вам потери. Потери же складываются из мирного населения. Складываются из тактики ведения боя. Кто-то кого-то больше бережет, кто-то не бережет. Но война-то на нашей территории была в основном. Причем в течение длительного периода времени. Потери государства, они должны быть колоссальны. Инфраструктура, дома, дороги, люди, дети, женщины, старики. А сколько погибает во время военных действий туберкулеза, тифа, холеры и всего, чего хотите? Вот оставим этот вопрос, чтобы на него ответить после маленькой паузы. Реклама Как проявляется характер? Не на словах, а на деле. Мы делаем сыр. В нем наша честность, выдержка, сила и наша нежность. Николаевские сыроварни. Сыры с характером. Спрашивайте продукцию Николаевских сыроварен в магазинах города. Это просто кетчуп. А это кетчуп Макмай. На слух ощутимой разницы нет. Разница есть на вкус. Попробуйте. Макмай Реклама на радио Крым. Телефон Симферополя 78-84-44. Вечерний перехват. Серьезно о серьезном. Елена Владимировна, эта операция по освобождению Крыма длилась месяц, можно так сказать. 35 дней, да. Официально 35 дней. 35 дней, да. Ну вот, ну 35 дней. Я подумал, что с 8 апреля по 9 мая. 9 мая был освобожден Севастополь. 12-го. Мы с Фессонесом. 9-го официально, а военные действия велись до 15-го. Вот, ну хорошо, да. Так вот, за этот срок это была чисто военная операция. Да. Тут не отвлекались, особенно немцы, в первую очередь, на гражданское население и так далее. Они защищали укрепрайоны, либо себя. Себя. Либо, да. Себя, безусловно. Либо думали об отходе, чтобы спасти себя. Да. Собственно говоря, поэтому, говоря о потерях, то мы можем, в первую очередь, говорить, в данной ситуации это речь шла о военных потерях. Военнослужащие, конечно. Да, да, в основном это военнослужащие. И вот, скажите, насколько сыграла роль тот момент, что наступление шло с севера, вот о чем вы начали говорить, и с востока, да, со стороны Керчи? Да, Приморская дивизия наступала, и там тоже были очень ожесточенные бои. Вот по поводу города Керчи, конечно, хотелось бы сказать. Я не так давно попала вот в Каменоломнии, так получилось, там проходит ежегодная прекрасная конференция, музей-заповедник проводит. И каждый год они, все, кто приезжает на конференцию, я думаю, их-то много проходит, но вот та, на которой она посвящена войне, проводят по этим катакомбам. Ну, это страшное впечатление, честно вам скажу. То есть я о них знала, я о них читала, я о них преподавала, да, но когда ты не побываешь там, ты не увидишь весь этот ужас, а у них стоит макет. Макет города вот в период освобождения, там нет домов, там одни полуземлянки-землянки, там практически ничего не осталось. Но тем не менее, как вы считаете, детям же там побывать, наверное, стоит? Стоит, безусловно. Я взрослый человек, изучающий историю, на меня это произвело впечатление. И знаете, эту историю можно изучать, ее нужно увидеть, пощупать, показать. И, конечно, вот Аджимушкайские Каменоломнии, вот как музей, как вот такой мемориал, он производит потрясающее впечатление. Вот сама экспозиция, вот эти вот ходы подземные, в которых очень холодно, очень темно. И когда человек опускается, начинает понимать, сколько вот людям там пришлось просидеть, да? Пережить, что там пришлось. А вот скажите, пожалуйста, что вас затронуло больше всего? Что, может быть, я не знаю, потрясло? Как можно сопротивляться так долго, безнадежно в таких условиях? Голода, холода, темноты. Голод, холод, безводие. Безводие, темнота. Замкнутость пространства, постоянная клаустрофобия. Не хватает воздуха постоянно. И вас ещё травят газом. Ещё и травят газом. И ты не можешь убежать. И ты не знаешь, что происходит на поверхности. И ты не знаешь, что происходит на поверхности. Ты не понимаешь, что вокруг происходит. Это не день, не два, не неделя. Через какое-то время ты понимаешь, что уходят месяцы. А ты не знаешь, когда день, когда ночь? Вообще. То есть для меня это было вообще очень такое вот, наверное, сознательно страшное понимание. Вот. Я не знаю, как это по-другому выразить, но я каждый год, когда бываю на этой конференции, туда прихожу, и это пытаюсь почувствовать. Это страшно. Тогда... А знаете, вот ещё, когда мы об освобождении Крыма говорим, мы говорим, что были ветра, это период очень холодный в Крыму, да, апрель месяц. И так же и преподаются, и пишутся условия. Керчь, вот это вот поле, с моря ветер просто пронизывающий, такой сырой, это очень холодно. Вот правда. А если представить, что ты лежишь, ползёшь, и тебе согреться негде. И давайте представим, что питание наше с вами отличалось от питания солдат от того периода, да, всё-таки. Это не был рацион с трёхразовым питанием, таким полноценным. Это люди, уставшие уже длительный период времени, питающиеся, ну, своеобразно, ну, как бы с ограничением витаминов, давайте скажем так. Калории и всего остального. И степь. Знаете, вот такая совершенно... Ну, вы представляете это, да, побережье степное. Да, Елена Владимировна, только вы как-то перешли сразу с защитников, которые были под землёй, вот к солдатам. К тем, кто их освобождал. Да, вот по сравнению с теми, кто оказался в этих каменоломнях, солдатам было значительно. Можно, ну, всё, это познаётся в сравнении, да. Ну, психологически легче. Психологически, конечно. Так вот, вот как люди, вот я возвращаюсь к тому, к тем, сколько там, несколько тысяч человек, 6 тысяч человек, что ли, оказались вот... Нет, там большое количество оказалось каменоломнях, а выжили единицы. Да, выжили, где-то меньше 100 человек выжило, да. А тысячи там были, тысячи-тысячи, там как бы не десятки тысяч. Нет-нет-нет, там было больше 6 тысяч, а вот осталось живых где-то около 50. Вот как люди вообще, чем они себя поддерживали? Что им помогало выдерживать и держаться, что? Вот, ну, вера в то, что победят, вера в то, что удастся выжить. Наверное, желание жить, оно очень сильное. Желание жить, да, и понимание того, что тут два выхода, либо ты здесь. И выбора нет, да. Да, и защищаешься, и ждёшь момента счастливого, либо ты выходишь, и ты тут же погибаешь. Наверное, это... Думаю, да. То есть это обстоятельства, да, которые выше вас, не заставляют вас так думать, так двигаться. Но вот это такая героическая страница города, очень героическая. И вот как раз-таки вот это вот всем слушателям советую, если есть возможность, самим съездить, побывать в этом, да, прекрасном. Но это музей мне назовёшь, да, всё-таки это место памяти. И детей обязательно свозить. Ведь когда я даже спрашиваю своих студентов, очень мало кто там был, очень мало кто туда ездил. Тогда к кому вы обращаетесь по поводу того, что там надо побывать? К родителям. К родителям? Да. К родителям, которые... К педагогам, да. Но педагоги, понимаете, они ограничены работой. Работа... Нет, я имею в виду экскурсионные группы. Да, это может быть... Елена Владимировна, а вот мне кажется, что как раз-то тут больше возможностей у педагогов. Потому что надеются на родителей, уж слишком разные родители. Смотрите, педагоги, я сразу скажу, во что могут они упереться. Финансовый вопрос. Да, нет, так вы знаете что? А это надо поставить едва ли не на государственный уровень. Программа, да. Да, ввести в программу обязательно. История Крыма-курса. Да, по истории Крыма, в субботу-воскресенье, в какие-то выбирать дни. Не так много мест, что постоянно ездить не надо. Но в Керчи побывать надо, в Севастополе побывать надо. Обязательно. Вот. Обязательно поехать туда, провести экскурсию. Потом разобрать это еще на уроке, обсудить, может быть, даже сочинение написать. Это все должно остаться в памяти. По крайней мере, я глубоко убеждена, что один раз побывав там, по истории Крыма или освобождение Крыма, войне в Крыму, оккупации Крыма, это будет самый наглядный урок в жизни этого человека. То есть это забыть нельзя. Эти ощущения, да, это понимание. Но отмахнуться от недоученного материала можно. Ну, по каким-то причинам, да, оправдать себя. Но то, что ты эмоционально переживешь, это останется навсегда. Не только в памяти, но и в душе. Да. Особенно детской. У нас получается, что связи немножко нарушены. Керчь всегда находилась далеко от Симферополя, Ялты, Севастополя. И туда люди не ездили ради каких-то там моря или туристических маршрутов. И они там не бывали. И это до сих пор сохраняется. Вот, скорее всего, вы совершенно правы. Я как-то не задумывалась над этим. Что это должна быть программа школьная в контексте освобождения Крыма, посещения. Я не знаю, как стоит это в школьной программе. Может, это на весну приходится, ну, например. Может быть, это более тёплый какой-то период. Да, собственно говоря, неважно, какой период. Может быть, даже не только школьников, но и студентов. Студентов тоже можно. Но, понимаете, тут как бы мы стараемся на ИСТВАКе возить и показывать, и рассказывать. Ну, университет сам тратить на это деньги не может. Вот, а может быть, как раз-таки какая-то программа общекрымская бы такую возможность дала. Илья Владимировна, нам звонят. Давайте послушаем. Вам звонят. Да, алло, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ваш постоянный слушатель. Я вот хотел бы какую ремарочку сделать ко всему сказанному. Дело в том, что когда мы говорим об освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков, мы обычно всегда упоминаем только крымскую наступательную операцию. Но почему-то забываем то, что освобождение Крыма на самом деле началось гораздо раньше. Это осенью 1943 года, когда были захвачены Эльтигенский плацдарм и Сиварский плацдарм. В течение нескольких месяцев наши войска их удерживали, и они затем послужили, скажем так, опорой тем самым плацдармом, с которого отдельная Приморская армия и 51-я армия начали свое наступление. Вот как бы я единственное, что хотел добавить, ну, скажем так, для внесения ясности, ну и, скажем так, еще, возможно, исторической справедливости. Спасибо большое. Спасибо большое, совершенно верно. Конечно же, освобождение Крыма, если взять учебники, начинается с где-то осени, конца осени, там октябрь-ноябрь, потом это вот освобождение подступов к Крыму. Это так называемая Нижнеднепровская наступательная операция. Да. Да. Когда наши войска блокировали уже в Крыму эту 17-ю немецкую армию и захватили вот эти вот плацдармы. Поэтому, конечно, все освобождение растянулось на более длительный период, да, в связи с зимой. Вот. И как раз... Это мы сейчас начали этот разговор с активной фазой операции, да? Когда уже пошли войска. А была предварительная наступательная операция, тоже очень сложная, очень тяжелая. И там, по-моему, как раз-таки захват в ноябре очень тяжелый был, очень кровопролитный период был. Потом вот они обосновались на плацдарме, на нем сидели, потом только... Представьте, сколько они там просидели до весны. И только весной пошла дальше операция. Видимо, там-то и были самые значительные потери, потому что это небольшой участок, этот плацдарм, окруженный, по крайней мере, с двух-трех сторон, этими войсками противника. И те молотили, пытаясь выбить этот плацдарм. Но вот каждый раз мы возвращаемся к тому, что Крым все-таки остров, да? Мы все говорим полуостров, полуостров, тонкий-тонкая вот такая полосочка суши и вокруг море. Хотите, не хотите, все боевые действия вот на этой недостаточно неширокой полосе происходят. Представляете, сколько в этой полосе погибло людей, сколько там снарядов, и все это в одном регионе практически лежит. Волны приходят, да, нашествия или, наоборот, обороны, и все на одном и том же кусочке суши. Не зря спустя 60-70 лет вот поисковики, отряды поисковиков, которые там пытаются найти погибших, они действительно находят и погибших, и солдатские медальоны. Поисковое движение очень развитое, и в Крыму в том числе, и в России очень популярно. Популярно в смысле работы, да, над поиском погибших, пропавших. Интересные находки самолетов, я знаю, что очень много. И даже танков. Даже танков, да. Ну, наверное, это нужно. А для чего это нужно, Елена Владимировна? Ну, наша память, она должна понимать, что мы пережили, когда мы пережили. Да, не знающие своей истории. Это вы, так сказать, обобщенно говорите, да? Масштабно. А вот для семьи, которая знает, что где-то когда-то дед, прадед погиб. Где погиб? Говорят, что где-то там вот, то ли в Крыму, то ли вовсе. Ну, здесь у вас будет две возможности. Первая возможность надеяться на поисковиков, а вторая документы Министерства обороны Российской Федерации. Нет, нет, я имею в виду именно, когда поисковики находят, и семья этого человека, этого бойца, этого героя узнает, что вот он погиб, действительно, вот здесь вот. И вот, да, и вот, так сказать, его останки. Либо здесь перезахоронены. Безусловно, да. Но есть еще и большая работа в Крыму Министерства обороны Российской Федерации. Есть таких два сайта, Подвиг народа и Мемориал, если я правильно помню, в которых каждый год выкладывается огромное количество документов. Там бывают задвоения, которые находят, да, люди, у которых пропали родственники. Ошибки, которые потом они понимают, что это их родственники. Бывает, они вообще понимают, как погиб их дедушка, прадедушка. И вот мы с студентами изучаем эти сайты, смотрим особенно очень хорошо. К 9 мая очень многие узнают, что были ранены родственники, которые ушли из жизни уже, никогда об этом не говорили. Мы обязательно об этом еще поговорим. Сейчас послушаем новости. Крымская служба новостей. Мы знаем все. 16+. Здравствуйте. У микрофона Катерина Казмиди. В этом выпуске в Инкермане разминируют штольни. Курортный сбор на полуострове введут позже. В Крыму стартовал поезд победы. Далее об этих и других событиях подробнее. Крымская служба новостей. Владимир Путин поручил разминировать штольни в Инкермане. Об этом в ходе заседания правительство сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников. До сих пор в частично обрушенном подземном комплексе оборонительных сооружений находится большое количество снарядов времен Великой Отечественной войны. Для проведения работ по обезвреживанию будут привлечены сотрудники МЧС и Министерства обороны, а также необходимая специализированная техника. Курортный сбор в Крыму может быть введен позже вместе с другими российскими регионами. Такое мнение высказала вице-премьер правительства республики Ирина Кивяко. По ее словам, введение в Крыму курортного сбора в этом году не привело бы к необходимому экономическому эффекту. Напомним, Государственный совет Крыма перенес на два года введение курортного сбора на территории полуострова. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко объяснил отсрочку введения курортного сбора решением крымских властей пойти навстречу пожеланиям туристического бизнеса. Поезд Победы начал свое движение по населенным пунктам республики Крым. Как передает телеканал Крым-24, первым городом, куда он прибыл, стал Армянск. Следующий – Красноперекопск. 9 апреля его маршрут пройдет через Джанко и Красногвардейское. В поселке Нижнегорске, Советске и Кировское прибудет 10 апреля. Затем – Керчь и Ленина. Также в акции участвуют Ленинский, Бахчисарайский районы, Феодосия, Евпатория, Саки и Гвардейское. В Симферополе поезд Победы остановится 13 апреля. В Севастополе – финальной точке маршрута – 18 апреля. В рамках акции предусмотрены торжественные митинги, выступления артистов и творческих коллективов, а также тематические выставки на базе вагона, который является передвижным музеем. Солнечный башенный телескоп, установленный в Бахчисарайском районе в советское время, модернизируют впервые за 40 лет, сообщают вести. Он является одним из крупнейших в Европе. Прибор позволяет изучать магнитное поле Солнца. Проводить модернизацию будут на международном уровне. Ученые Крымской астрофизической обсерватории Российской академии наук совместно с коллегами из США уже приступили к работе. Это все новости к данному часу. Катерина Казмиди, Крымская служба новостей. Хватит читать вчерашние новости. Читай завтрашние. На новом сайте телеканала Крым-24. Крымья-24.тв и 24крым.рф Вечерний перехват Серьезно о серьезном 17 часов 33 минуты. Вечерний перехват. Продолжаем вспоминать К 75-летию освобождения Крыма вспоминаем моменты тех замечательных дней героических, когда Крым освободили от немецко-фашистских захватчиков. У нас Елена Владимировна Ладшева, профессор, доктор исторических наук, заведующая кафедрой документоведения и архивоведения исторического факультета Крымского федерального университета. Елена Владимировна, а вот в архивах многое можно найти по тем временам, по освобождению Крыма? Что там можно вообще найти? Ну, к сожалению, я не занималась вот так очень глубоко освобождением Крыма. У нас есть профессор Романько, который владеет досконально этой информацией. Олег Валентинович частный гость у нас, да. Да, да. То есть он персонально занимается, и надо дать должное. Он замечательно владеет информацией из зарубежных архивов, да. Я, к сожалению, так идеально, как он, не знаю английский язык, к моему студу. Немецкий. Но он и в английских, и, наверное, и в немецких, да. Ну, сейчас очень многое выкладывается в переводе, да. Ну, то есть как бы и работает, можно цитировать. Ну, в общем, не владею я этими прекрасными языками. Вот. Естественно, есть прекрасный архив Министерства обороны, о котором я говорила, где есть, наверное, любая документация касательно вот этой операции. Та, которая в виде отчетов, да, каких-то планов, разработок. Но занимаются в основном историки Министерства обороны, да. В первую очередь это в военных архивах, да? Да, конечно. Ну, конечно, да. У нас, наверное, что-то имеется, но это не будет так первостепенно, в смысле документов. Да, вторично. Это же гражданский архив, а это армейский архив. Да, в армейском, конечно, понимаете, но личные дела, какие-то проработки планов и так далее. Операции, да, да, да. А какие-то аналитические материалы вы не увидите в нашем архиве. Они все будут храниться там. Так и знамена всех этих подразделений там хранятся. Ну да. Ну, смотрите, как наши защищали в 41-м году и в 42-м Севастополь. Сколько дней длилась защита? Да, и освобождение. Ну, все говорят об этом. Это, знаете, такой очень красивый, яркий пример, да? Ну, конечно. Который нельзя обойти совершенно, потому что, представьте, город, ну, небольшой город, давайте скажем откровенно, да? Ни Москва, ни Питер. Который держится 250 дней. Вот это уникальная совершенно ситуация. Такого, в общем, противостояния очень... Это называется вторая оборона? Да. Причем я тоже когда-то, еще будучи студенткой, смотрела рисунок, я не помню автора, который зарисовал Севастополь после освобождения. Вот он мне очень Керчь напоминал, вот как раз-таки, о котором мы с вами говорили. Тоже одни землянки и полуземлянки. Ничего. Елена Владимировна, а правда говорят, что вот самая кровопролитная битва за освобождение Севастополь была не на Сапунгаре, а на высоте Горная? Там полегло гораздо больше наших сапунгарей. Я освобождение Севастополя знаю достаточно в общем. Ну, как любой историк, который знает историю своего региона, я вот мелко не изучала Севастополь. Мне вот как раз-таки, как-то сталкивалась я с 51-й армией, и знаю, что они через Северную бухту штурмовали. Там интересно описано, что они переплывали бухту на поднужных средствах. Это что значит? Ну, кто какую доску нашел? А, доска, камера от автомобилевого колеса. И на том, кстати, там массово, кто как мог. Кто как мог. Вот это меня поразило, представьте. Ну, это да, любопытный факт. Да, ну и, конечно, там говорят, что они вышли к Приморскому бульвару, была такая безумная радость. А где было более кровопролитно? Если почитать воспоминания, то каждый, кто вспоминает, естественно, пишет о боли, о крови, о потерях, о друзьях. И там как-то вычленичить воспоминания очень сложно. По статистике, может быть, я вот честно не буду утверждать то или другое. Но, а как происходило освобождение Южного берега? Там особых боев не было, там прокатывалась просто вот так вот лавина. Одна волна уходила, немецкая, и наши наступали. Там нечего было защищать. Укрепленных районов таких не было там просто, поэтому. Но, видите, мы же с вами вначале говорили, что венгерских-то было дивизий 7, венгерских-то дивизий было 7, а немецких всего 5. Румынских? Румынских, извините, я это перепутала, простите. А почему? Мы же не начали, не сказали, почему было столько румын здесь. А почему? Потому что они прочесывали, у нас хорошо было развито партизанское движение. И партизанское движение было только в горной местности. Особенно к концу войны. Да. Да. И как-то с ними нужно было бороться. Немцы в горах не ориентируются. Да что вы. Да. Это у них на генном уровне? Ну, видимо... А румыны у нас горные шарпы такие. Оказалось, что они быстрее ориентируются, эффективнее, значительно в борьбе с партизанскими отрядами. А мы, оказывается, ориентировались хорошо и в степях, и в горах. Ну, в степях не было партизанского движения, да. Нет, ну я не про партизан степях говорю. Да, просто горные румыны. Гроза партизан. На самом деле так не было, вы зря смеетесь. Нет, нет, но это просто звучит так забавно. Партизаны их очень не любили, это для них было очень тяжело. Вот Старый Крым, по-моему, именно партизанский отряд и взял, да, освободил Старый Крым. Поэтому была специализация, да, то есть вот взять наш регион, и вы с вами только что сказали о специализации, по сути. Да. Для которой, для борьбы против партизанских отрядов пришлось перекидывать сюда эти части, да. И они как раз-таки очень эффективно справлялись с поставленными задачами. Немцы стояли в городах и не высовывались. Угу. Ну, в Севастополе, естественно, да. А вот всем остальным занимались как раз-таки эти семьи. Ну, хорошо, но тем не менее, когда началась операция, то ни отважные румыны, ни немцы особенно так не упирались. Ну, знаете, наверное, упираются за свою землю. Да. Вот особенно упираются. Правильно было слово использовано. Ну, Елена Владимировна, а если так геополитически рассуждать, после Москвы, после, особенно, Сталинграда, после освобождения Северного Кавказа, наверное, это уже чувствовали и немцы сами, да, что, конечно, надо сопротивляться, но уже ничего русских не остановит, советские войска. Да, естественно. Конечно, перелом войны уже произошел. Да. И это, ну, достаточно руководственное нужно точно понимало. Думаю, что и рядовые уже начинали понимать. А причем усталость накапливается, да, ведение войны, кстати, многолетней. Я трудно представляю в таком состоянии находиться много лет. Но, наверное, нельзя привыкнуть к войне. Вот я глубоко убеждена. И всем хочется поскорее это закончить. Как бы там ни случилось, ну, как-то с этим уже завершить. А уж если дело движется к концу, то уже и порой даже помогаешь этому. Особенно, когда неправедно этим занимать, да, то хочется скорее убраться к себе. Ну, по крайней мере, умереть за это вы уже не хотите. Уже, да, 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 да. Да, то есть мы меряем все ценой жизни человеческой. Освобождение, да, территории ценой человеческой жизни. В данном случае каждый немец, который понимал уже в 44-м году, что это завершение, да, и далеко не самое лучезарное для Германии, он хотел сохранить себе жизнь. Ну, конечно, вернуться домой. Но вот знаете, что хочется припомнить? Вот с чего вообще все начиналось? И о том вспомнить, как Германия вообще, да, положила глаз на Крым изначально. Как она хотела превратить Крым в свой, по-моему, если я не ошибаюсь, немецкий курорт. Вот, хотела выселить евреев и русских, и назвать его... Вообще всех выселить. Ну, да, Gottenland, да? Да, да. То есть они прекрасно понимали, что значит Крым вообще для русских, и какую он ценность несет. Нет, они не понимали, что Крым значит для русских. Им было совершенно все равно, какую ценность... Они знали только, какую ценность денег он несет, да? Да, или другая территория, конечно, для Советского Союза, или для русских. Совершенно не заботило их это, мне кажется. Они ставили себе четкие хозяйственные, да, скажем, цели. Это касательно всей территории, особенно, ну, скажем, с Южной Украины, включая Крым, с хорошим черноземом, с благоприятными условиями жизни. Было им, ну, очень интересно. И чем севернее, тем менее интересно. Естественно, данная территория их интересовала как курорт, безусловно. И они собирались ее под себя перестроить. Ну, приморский регион, да, теплый, красивый, морской, с возможностью базирования базы. Контролем черного моря, да. Конечно. Конечно, Крым был очень нужен. Но он нужен, видите, прошло столько лет, он нужен был. Потом и Хрущев передал Украине, Украине тоже оказался очень нужен. Да и сейчас в Украине, я думаю, что Крым тоже очень нужен. Вот, и я думаю, что если бы Россия была столь слаба, чтобы отдать Турции, Турции он был бы, думаю, очень нужен. Понимаете, это такая территория, мы живем на такой территории, которая всем соседям... Нужна. Очень нужна, да, очень нужна. Исторически сложилась. Да, если бы у нас там было зимой минус 50, мы бы были менее интересны. Ну, вот смотрите, значит, эта крымская операция завершилась полным разгромом 17-й армии вермахта. Да и вот нашел цифры, значит, безвозвратные потери, 120 тысяч человек. Из них 61 тысяча с половиной пленные. Это вот те самые пленные, наверное, которые потом занимались восстановлением и Севастополя, и Симферополя. Да. В частности, железнодорожный вокзал был построен именно немецкими пленами, да? А во время, значит, этой операции освободительной нашей, значит, что потеряли? Противник, вот сказали о немцах, а румынская Черноморская флотилия, потерявшая две трети наличного корабельного состава. Ну, она небольшая была, потому что я вот не помню, к сожалению. А неважно, две трети потеряно, это уже существенно, да, наверное, только во время этой операции. Ну, и затопление транспорта в огромных германских Татило и Тея, это тоже до 8 тысяч погибших. Вот я не помню, а что с пушкой Дорой произошло? А, Дора, которая была подкатана во время захвата Севастополя, да. Да, я помню, что самая огромная пушка в истории. Она оказалась просто неэффективна. Вот я помню, как хронику немецкую, такую красивую, помпезную, вот она у меня всегда стоит перед глазами. Огромная такая пушка. И вот как-то сейчас мы с вами заговорили о потерях, я думаю, а что же с ней-то случилось? Ее же в Крым притащили. Ну да, да. Да, да, сейчас давайте... Я не помню, что бы потом кто-то использовал еще. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу и продолжим. Проверка на дорогах. 17 часов 45 минут. Яндекс.Пробки. Столица Крыма. Центр города. Движение между площадью Советской и Куйбышевской площадью. Там достаточно транспорта, скорость 5 км в час. По улице Ленина то же самое. Об остальных улицах ничего такого сказать нельзя. Движение спокойное и размеренное. Дорожно-транспортных происшествий нет. Реклама. Как проявляется характер? Не на словах, а на деле. Мы делаем сыр. В нем наша честность, выдержка, сила и наша нежность. Николаевские сыроварни. Сыры с характером. Спрашивайте продукцию Николаевских сыроварен в магазинах города. 50 тысяч рублей за 5 заданий. Расплачивайтесь картой и участвуйте в квесте от Банка РНКБ. Следите за новыми заданиями в мобильном приложении. Акция «Пять лет вместе» проводится с 25 марта по 31 мая 2019 года. С информацией о правилах проведения, количестве призов, месте и порядке их получения вы можете ознакомиться на сайте rncb.ru. Организатор акции РНКБ Банк ПАО. Это просто кетчуп. А это кетчуп Макмай. На слух ощутимой разницы нет. Разница есть на вкус. Попробуйте. Макмай. Приглашаем на работу в сады Краснодарского края. Людей от 18 до 60 лет. Предоставляем проживание и трехразовое питание. Гибкий график. Оплата достойная. Все вопросы по телефону. 8-918-026-444-6. Реклама на радио Крым. 7978-400-117. Семидесятипятилетию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков посвящается. Читает актер Крымского академического русского драматического театра имени Горького Антон Навродский. Василий Теркин. Александр Твардовский. Немец был силен и ловок. Ладно скроен. Крепко сшит. Он стоял, как на подковах. Не пугай. Не побежит. Сытый, бритый, береженный. Дармовым добром кормленный. На войне в чужой земле. Отоспавшийся в тепле. Он ударил, не стращая. Бил, чтоб сбить наверняка. И была, как кость большая, в русской варежке рука. Не играл со смертью в прятки. Взялся, бейся и молчи. Теркин знал, что в этой схватке он слабей. Не те хорчи. За тысяч бьются двое, будто схватка все решит. А вблизи от деревушки, где застал их свет дневной. Самолеты, танки, пушки у обоих за спиной. Но до боя нет им дел. Теркин. 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 Что вернулся ты, живой. Я вспоминаю домик родной, Чаще он стал мне сниться. Старый колодец с чистой водой, Мне б той воды напиться. Я вспоминаю холодной зимой, И замирает сердце, Как прибегал я мальчишкой домой От маминых рук согреться. А мне вернуться бы, вернуться бы домой, А мне б воды родной Еще хоть раз напиться. Но в сумасшедшем танце птицы надо мной Кричат, что мне туда уже Не возвратиться. А мне вернуться бы, вернуться бы домой, А мне б обнять еще хоть раз Мои березы. Но пролетая снова птицы надо мной, Роняют мне с небес земли Роди мои слезы. Синее небо над головой, И вы под заводью гнутся. И покидая домик родной, Мы обещаем вернуться. Сколько дорог пройдено мной, Только одна осталась. Я не забыл дорогу домой, И сердце от боли сжалось. А мне вернуться бы, вернуться бы домой, А мне б воды родной Еще хоть раз напиться. Но в сумасшедшем танце птицы надо мной Кричат, что мне туда уже Не возвратиться. А мне вернуться бы, вернуться бы домой, А мне б обнять еще хоть раз Мои березы. Но пролетая снова птицы надо мной, Роняют мне с небес земли Роди мои слезы. Здравствуй, мой дом, милый старик, Я опоздал немного. Но ты прости, за все прости, Ох, трудной была дорога. Старую дверь я отворил, На что-то еще надеясь. Жаль только мне, что уже никогда Я от маминых рук не согреюсь. Я от маминых рук не согреюсь. Вернуться бы домой А мне в воды, родной, еще хоть раз напиться Но в сумасшедшем танце птицы надо мной Кричат, что мне туда уже не возвратиться А мне вернуться бы, вернуться бы домой А мне повнять еще хоть раз мои березы Но пролетая снова птицы надо мной Роняют мне с небес земли родимой слезы Вечерний перехват Серьезно о серьезном Ну что ж, у нас буквально 5 минут остается до завершения нашей программы И вот какой момент обязательно хотелось бы отметить За героизм и умелые действия 160 соединениям и частям были присвоены почетные наименования Евпаторийских, Керченских, Перекопских, Севастопольских, Севажских, Симферопольских, Феодесийских и Ялтинских 56 соединений частей и кораблей награждены орденами 238 воинов удостоены звания Героя Советского Союза Тысячи участников боев за Крым награждены орденами и медалями Елена Владимировна, ну вот такие цифры говорят сами за себя И хочется спросить, вот что же все-таки эта победа означала для всей нашей страны, для всей нашей Родины Во-первых, вот о награжденных вы сейчас сказали, а сами люди, участвующие в военных действиях Фронтовики Фронтовики всегда говорили, что звания и медали давали и награды, да, давали очень скупо на войне То есть все были герои, да, все жили одинаково, умирали одинаково И выделение, и подвиг был каждый день, и поэтому очень многим не замечались их подвиги И они не получали благодарность, награждение и так далее Поэтому это, конечно, большое количество людей получили заслуженные награды Насколько я знаю, что и медаль за освобождение Крыма не была сделана Хотя хотели сделать, так, по-моему, ее и не сделали А за освобождение Севастополя? По-моему, есть, а вот за освобождение Крыма нет Но даже собирались, и разговор об этом шел, но не состоялось Мне кажется, очень жаль Ну а в целом, конечно, регион освободили очень важные, стратегически важные Для всего Азова-Черноморского бассейна, да И после этого российская территория, которая прилегает по Черноморскому побережью Стала спокойнее, комфортнее достаточно Ну и соседям, которые находятся рядом И главное, Турции стало значительно неспокойнее Потому что она все-таки не была дружественной страной И ее склоняли И Гитлер очень надеялся, что она войдет в войну И как раз-таки в этом регионе ему станет значительно легче И он держался за Крым всеми усилиями, потому что он надеялся на это И не получил эту помощь И Турция, естественно, стала для советского государства менее опасна И как знак вот такой победы здесь состоялась конференция Ялтинская Которая эти итоги потом войны подвела Наверное, Советский Союз и показывал в лице Сталина Что вот наша территория важная территория И смогли подготовить здесь такое событие очень серьезное И провести его на очень достойном уровне На таком маленьком полуострове два города-героя Один город воинской славы, Феодосия Так что это, конечно, тоже говорит о героизме При освобождении, да и при защите этого Крыма Надо сказать, что территория понесла огромные потери И людские, и имущественные, да, и финансовые И города лежали в руинах Особенно те, которым, да, мы говорили Керчь, говорили Севастополь И Симферополь очень сильно досталась Конечно, период восстановления был тяжелым и долгим Мы сейчас живем в благополучное время Мы на это не понимаем и не осознаем Ну почему осознаем, что историческая справедливость восторжествовала Крым опять российский Ну да, мирное небо над головой И это лишний раз дает повод нам порадоваться и вспомнить И быть благодарными Основа заложена, наверное, была тогда Да, конечно Ведь недаром в эти дни принято вспоминать, что мы потомки победителей, да? Так оно и есть Ну я думаю, мы всегда себя так ощущаем Да, мы должны это Это в крови у нас на генном уровне Так надо, чтобы и дети это всегда помнили И потомки, и потомки, и потомки Всегда это надо помнить Поэтому всегда будут проходить различные акции, мероприятия, мастер-классы Ну, по крайней мере, мы всегда студентам говорят, что нет ничего страшнее, чем любая война Все можно пережить, все можно пройти, все можно наладить, откорректировать Но войну изменить нельзя Елена Владимировна, большое спасибо Елена Владимировна Латышева, профессор, доктор исторических наук Была у нас сегодня в эфире Мы говорили о 75-летии освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков Спасибо большое Всего доброго Всего хорошего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры подогнал «Симон»